Алла-тканя, кто нападет в этой позиции на ферзя? Смотрите на доску. Пешка! Молодец! Молодец! Пешка А4, А5. Напала. Нет. Бедному ферзу. Ну, ну, смелее. Смелее. А5. Она напала. Пешечка по диагонали бьет. Напала на ферзя? Давай, давай. Хажи! Что делать бедному ферзю? Как думаете? Папа, скажу. Есть. Пешку делать я съел. Удавая ферзю жертвы. Если ферзь уйдет на Б5, конь делает тройную вилку. Он нападает на короля, на ферзя и на ладью. Давайте так сделаем. Черненькие увидели это. И у ферзя только одно. О, отступление на Б4. Вы ищите только один ход у бедного ферзя. Это у самой сильной фигуры дети. Запомните это, пожалуйста. Все ушли на Б4, Игорь? Да. Да. У тебя ферзь под боем стоит. Кто нападет следующим ходом на ферзя? Пешка. Пешка. Молодцы. Привет, Ферзь. Кого есть? Кого есть? Ищем поле быстренько. Ну, кто первый найдет, куда ферзю от перчки спастись? К своим идти. Ну, 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 смей, Артем. Вот. Сюда я уже сказала. Если ферзь на это поле пойдет, смотри, коль какую делает вилку. Ну, понятно, ферзя и на ладью. Понимаете? У ферзь это сейчас прямо везде. Только на С4. С4. Кто следующий только на С4? Ну, Игорь, молодец. Ну, там же ферзь то поле бьет. Наконец-то. Вот давай все-таки выработаем в себе желание искать глазками на С4. Думаешь, коль? Да. Серьезно? Да. А вот в этой позиции не тот конь. А вот конь вилку все-таки делает, ребята. Данк на С7. Коню хочется выиграть, выиграть. Ладю конец. Ладю. Конь напал на короля на С7. А, Артем, на С7 конь идет. Ну, давай запомним. Прыг, скоп и в сторону. Он напал на короля и на ладьбу. Ну, король, наверное, уйдет на Д8, да? Да. Ушел на Д8. Будет ли брать... Будут ли брать белые коня? Опять ты отвлекаешься. Я говорю, ну, что? Как мне тебя воспитать? Чтобы ты вообще ни на что, кроме шахматной доски. Вот оба глаза должны вот на доску шахматную. Всего час вы занимаетесь. И я вам уже говорю, как можно больше информации от тренера. Тренер пришел, чтобы ваши головки заполнить новой информацией. Вот что сейчас делают белые? Будут хватать, как ты вот схватил ладью, или нападать все-таки на ферзя? Нападать на ферзя. А кто нападет на ферзя? Конечно же, конечно же, конь. Какой конь? Ладья. 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 Какая ладья? Фу ты, мне еще не выходной. Это как-то он так напал? Он что, как конь напал? Я напал. Ладья может напасть. Но вот в этой позиции нападает пешечка, Б3. То есть черненькие отдают, отдают пешечку. Идет Б3, напала на ферзя. Как, как взыщается ферзь? Убегает. Убегает. Какой основной, да? А почему? Убегает. Вот, ребята, в этой позиции черные уже сдались. Если он убьет, то конь. Привет, конь. Конь защищает конь. Вот понимаете, в какое состояние. Взять эту пешечку нельзя. Хабить нельзя. Посмотрите, сразу вспоминаем три правила защиты. Даже четыре правила. Когда фигурка напала на фигурку, не на короля. Вы знаете, что если напала она на короля, у него только три способа защиты. Но если фигурка напала на фигуру, сколько способов? Два. Четыре. Четыре. У короля побить, закрыться и уйти. А когда на фигурку, те же три способа. И четвертый какой? Убежать. Убежать это три способа, когда на короля нападают. Опять отвлекаешься. Опять отвлекаешься. Какой четвертый способ защиты, когда фигура напала на фигуру? Слезть. Это даже я вам уже говорила. Уже не говорю о Полине Андреевне. Убежать. Какой игр? Убежать. Да убежать это, когда на короля нападают. Если фигура напала на короля, запомним, у него три способа защиты. Побить, закрыться и уйти. А вот когда на фигурку напали те же три и четвертый, думать вы обязаны. А нельзя и сильнее напасть. Напали, допустим, на вашу ладью. Или вот на ферзя. Вот в данном примере. О чем вы должны думать? Побить нельзя. Она защищена. Закрыться от пешки нельзя. Уйти к ферзям никуда нельзя. Нет полей. А нельзя ли сильнее напасть? Сильнее напасть. Может ли в этой позиции ферзь напасть на короля? Смотрим на доску, на позицию, не на меня в этом случае. Вот четвертый способ. Пешка напала на ферзя. А нельзя ли на кого-нибудь напасть? Нельзя, ребята. Вот король выскочил. Выскочил король. Впереди фигур. Какой король? Это как? Ой. Впереди фигурки. Молодец. Вот, наверное, я специально ошиблась, чтобы проверить. Смотришь ли ты на позицию? Молодец. Значит, можешь уже смотреть. Молодец. Молодец. Значит, куда-нибудь может уйти от пешки ферзь? Никуда. Никуда. В таком случае что надо делать? Нет, конечно, никуда. Только? Потому что сюда конь пойдет, сюда. А подальше есть. Вот, ребята, позиция всего 12 ходов. На 12 ходу черные сдались. Я вам советую ее записать. Есть у вас возможность сегодня записать? Да. Давайте быстренько запишем. А шага.